Мотокросс Поклонники экстрима заняли самые высокие места. Отсюда хорошо наблюдать за сериями заездов, участие в которых принимает более 20 экипажей. Около 10 из них представляют Омску область и порядка 12 других городов России. Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Мне больше понравился шестой номер, потому что он один раз так полетел, я думала, он упадет. Он не упал. Каждая серия заездов длилась 25 минут плюс два дополнительных круга. На протяжении всей гонки ее явными фаворитами стал экипаж во главе братьев Зыряновых, а также тандема Игоря Полухина и Александра Старкова. Однако в первом заезде омскому экипажу под номером 15 удалось затмить всех и даже главных претендентов на чемпионство. Илья Смагин и Сергей Лейс сумели превзойти даже самих себя, продемонстрировав лучшую скорость и завоевать пальму первенства. Подготовка, общая собранность, слаженность в команде и, конечно, поддержка всех родителей, всех друзей, механиков. То, что смог, тот все сделал. Я сегодня несколько раз прошел по трассе, настраивался сегодня. Ну, конечно, классно, что мы вот так вот наказали их. Пускай боятся. Но, к сожалению, излишняя уверенность в технических видах спорта – неблагодарное дело. Во втором заезде мотоцикла Мячей отказался заводиться. Как рассказали спортсмены, похожая проблема настигла их и на одном из трех предыдущих этапов. Два этапа участвовали. Первый этап не попали. В двух этапах тоже. Второй этап хорошо, а на третьем этапе те же самые проблемы, что и вот сегодня. Перестал на цикл заводиться, как бы электрик вроде все сделал хорошо, но непонятно что. Во втором заезде внимание зрителей полностью завоевала борьба главных конкурентов между экипажами под номером 1 и 3 девятки. Первые сумели вырваться в лидеры с отстающей пятой позиции. Таким образом, Александр и Павел Зыряновы получили победу не только на четвертом этапе чемпионата, но и заслужили звание чемпионов России. А все благодаря слаженности команды и братской поддержке. Мы вместе в одном экипаже просто давно ездим. Нам это помогает получше чувствовать друг друга. Игорь рискованнее как-то на трамплинах себя ведет, скажем так. Мы как-то стараемся это отыграть в вираже. А экипаж во главе рискованного Игоря Полухина и Александра Старкова довольствовались второй позицией. Участники признались, что впервые приехали обкатывать Омскую трассу и результатами в хорошем смысле удивлены. У вас такая борьба была, просто нереальная борьба с первым номером. Мы решали чемпионство. У нас до последнего этапа было не решено, кто чемпион. У нас было равенство очков, но он был сильнее. Мы первые этапы были сильнее, теперь он сильнее. Не расстроились? Да не, не расстроились. Мы только первый год экипажем едем. В том году я получил травму, и вот первый год более накатились. То второе место достаточно достойно. Кубок России я уже выиграл. Не хватит в этом году. Что касается работы в команде, как друг друга поддерживали? Может быть, какие-то были моменты такие? Ну, в первом заезде перевернулись. Плечо отбил колясочек. Ну, собрались. Второй заезд тоже. Сколько выдержали, сколько выдержали. Ну, тоже снова перевернулись. Ну, потому что решалось. Все или ничего. Третье место по итогам чемпионата России завоевали мастера спорта Евгений Уфимцев и Леонид Сыропятов под номером 9. Все спортсмены приняли участие в церемонии награждения. Победители и призеры получили ценные призы и дипломы от организаторов и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В планах у спортсменов не останавливаться на достигнутом и приступить к подготовке нового сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова